Я знакомлю вас с нашей гостью. Это Валерия Емельянова, актриса театра и кино, кандидат философских наук, доцент в ЛГУ. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые владимирцы. Сегодня мы будем говорить о вашем новом проекте. Но сначала я вот такой вопрос хотела задать. Вы достаточно давно уже на сцене театра. Подсчитывали ли вы когда-нибудь, сколько ролей вы сыграли? Ой, я так благодарна вам за этот вопрос, потому что последний мой профессиональный период, последний я имею в виду 2023 год, он такой был очень непростой. И я бы назвала его время подведения итогов какого-то профессионального этапа. Я пыталась посчитать, у меня не получилось, потому что какие-то роли я даже не вспомнила. Это такие одноактные Водевиле, там что-то по Крылову было, когда-то еще в первые годы моей работы в театре. Поэтому много-много, около 30 точно, может быть, даже больше, если учитывать какие-то там эпизодические характерные роли. Например, в спектакле Евгения Онегина я исполняла сразу три роли, которыми очень горжусь. Они были все острохарактерные и с хорошим очень режиссером. Так что очень много, и я рада, что этот период был в моей жизни. А есть ли любимые роли, которые запали в душу, или, может быть, которые вы хотели бы снова сыграть, но, может быть, с какой-то другой подачей? Есть такие роли. Конечно, это спектакль Андрей Боголюбский. Он бесценен для меня тем, что я играла его на сцене вместе со своим мастером, народным артистом России, Николаем Анатольевичем Гороховым. Я была исполнительницей его супруги Улиты. И на протяжении всей жизни спектакля и моей жизни в нем это был огромный профессиональный рост, потому что ты находишься на сцене с учителем, который, конечно, бесподобный артист, и у него всегда есть чему поучиться. И это та работа, за которую я очень благодарна и дирекции театра, и судьбе, за то, что она случилась. И есть еще одна роль, в которую я не наигралась, потому что сыграла ее всего два раза, и спектакль сейчас в репертуаре театра, я знаю, не идет. Это Анастасия Филипповна Барашкова в спектакле «Идиот», который поставил Петр Горич Орлов. Очень сложная была работа, и очень сложный был выпуск, потому что параллельно я выпускала свой моноспектакль «Осидора, рожденная у моря», и много не успевала. Работали мы в пару с прекрасной актрисой Натальей Демидовой, и мне было очень сложно, но спектакль состоялся, премьера состоялась, и роли в моем послуженном списке есть, и я счастлива, что так случилось. А сейчас планируется новый проект, давайте о нем расскажем нашим телезрителям. Да, с удовольствием расскажу. Это независимый проект, это мой личный порыв души, потому что прививка театра, как говорится, однажды была сделана, и без театра невероятно тяжело. Мне было приятно, что зритель ждет меня на профессиональной сцене, мне много писали, и звонили, и опять писали. И я поняла, что за эти годы моего выхода на сцену есть те, кто меня очень любит и очень ждет. Плюс я уже сказала, что последний год профессиональной, ну, вообще собственной жизни, он стал для меня временем, таким временем подведения итогов. И я поняла, что я доросла до материала, который когда-то мне был абсолютно не под силу, у меня не было такого жизненного опыта, у меня не было таких сильных чувств к супругу. И вдруг вот это случилось. И когда мне предложили вот этот независимый проект, предложили его исполнить, я благодарна бесконечно этим людям, они попросили их сегодня не называть, пока не называть. И выбор материала был предоставлен мне. И я стала думать, что же я вот хочу сыграть. Я всегда говорила, и здесь, и у вас в эфирах, что моя мечта – это «Мамаша Кураж» из пьесы Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». Но здесь нужны партнеры, это грандиозный спектакль, а тут я одна. Я позвонила своему другу-однокурснику, он мне напомнил о пьесе Жанна «Как то человеческий голос». Он мне напомнил о ней мой муж. И я вернулась к этому тексту. И поняла, что он абсолютно мой, это как будто я его только что сказала, написала. И вот так случилось, этот материал был принят к постановке. Режиссер Владимир Михайлов, очень профессиональный человек, прекрасно знает французскую культуру, мы с ним о ней можем говорить часами. Не знаю, как сложится дальше, но пока мы работаем, планируем премьеру в конце марта, может быть в середине, к сожалению, точное число, там в силу технических каких-то договоренностей, пока нет этого числа, но оно обязательно появится, мы готовимся. А насколько для вас важно, чтобы материал перекликался, например, с вашей жизнью, чтобы герой, например, был вам близок, или это совершенно необязательно, и, например, может быть, даже интереснее что-то раскрывать? Очень хороший вопрос. Вы знаете, есть такое понятие в актерской среде, как роль на сопротивление. Это именно тот момент, когда твой жизненный опыт не совпадает с твоим персонажем, или когда внешние характеристики персонажа никак не соответствуют твоим собственным характеристикам. Вот это та самая формула роли на сопротивление. Артисту всегда это очень интересно, он хочет такого нового этапа в карьере, он хочет удивить зрителя, удивить самого себя, перебороть, может быть, себя где-то и ее сыграть. Здесь, в этом материале, о котором мы сейчас говорим, повторю, Жан, как тот человеческий голос, это та история, которая по-женски мне очень близка. Но героине как то значительно больше лет, чем мне. Этот мужчина, с которым у нее не случились отношения, вернее, не случились на какой-то период, как она называет, период бесконечного счастья, этот стата. Он, этот партнер, и он сильно ее моложе, ведь такого опыта у меня тоже нет, и, надеюсь, не будет, слава богу. Вот, но те внутренние боли, она же разговаривает на протяжении всего спектакля по телефону, то есть, по сути, это монолог, но, наверное, по зрительскому ощущению, но по содержанию, по структуре это все-таки диалог. По сюжету как-то это диалог с ним, с любимым, который ушел навсегда. Если брать более шире, это все-таки диалог со зрителем. И это тот диалог, до которого я сейчас внутренне очень дозрела, созрела, и я знаю, что он будет очень честным, откровенным, и где-то даже, наверное, жестким, потому что зритель, а уже женская часть зала, точно будет слышать в нем что-то свое. У нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы не владеете информацией, когда у нас, наконец, откроется драматический театр? Спасибо большое за ваш вопрос. Вы знаете, я общаюсь с некоторыми коллегами, и все ждут и надеются, что театр откроет свои двери вот-вот. Точно никто не знает, я уж точно не могу вам этого сказать, но очень надеюсь, что это случится как можно скорее, и, возможно, к сезону следующего года наш прекрасный театр точно распахнет свои двери. Спасибо вам за вопрос. А мы возвращаемся к сольному проекту. Когда мы читаем литературные произведения, вы наверняка, когда читаете и преподносите это зрителям, ищите какие-то смыслы, да, может быть, какие-то определенные, которые хотите донести. Вот касательно этого проекта, какие смыслы? Вы знаете, для меня пока есть очень большой смысл. Сейчас попробую объяснить. Существует время историческое, какое-то, может быть, внутрисемейное время, когда, ну, что-то очень наболело, но ты никак не можешь об этом говорить. Я сейчас такими очень крупными мазками буду это объяснять. То есть общество тебе может запрещать об этом сказать. Какие-то другие причины. То есть ты вроде как живешь, что-то делаешь, но при этом рот у тебя зашит. Вот этот монолог-диалог, такая моя внутренняя формула, это тот текст, это тот шифр, которым я могу сказать то, чего не должна, наверное, говорить, чего не положено говорить или не дозволено. Вот этими словами я буду говорить то, что я чувствую, то, о чем я думаю, то, о чем я пишу, там, в своей докторской диссертации, прошу прощения, в том числе. И для меня это очень важно. И я скажу обязательно. А на каком этапе сегодня подготовка? Вы знаете, мы уже сделали один прогон, ну, я бы сказала, такой полноценный. Сейчас готовится декорация, и будет, конечно, много корректировок, естественно. Это всегда бывает так. Появляется декорация, меняются какие-то мизансцены, какие-то нюансы, детали. Но прогон был. Я не очень с собой довольна. У меня вылетал текст, я честно скажу. Как-то он так вот трудно у меня ложиться. Может быть, как-то я где-то профессиональную форму свою потеряла. Это может быть вполне. Но прогон был. Режиссер доволен, сказала, что хоть сейчас на сцену выходи. Ну, это, конечно, такая шутка профессиональная. Но как бы все складывается. Вот хочется немножечко так приоткрыть за кулиси, вообще как идут подготовки к спектаклям. То есть это ведь еще и внутренняя работа актера. То есть это же, наверное, постоянный непрерывный процесс. Это не просто репетиции, что ты раз, переключаешься, включаешься, идешь на репетицию, и вот их определенное количество. Ты репетируешь, репетируешь, и все. Вот здесь ты отрепетировал и уже готов выходить на сцену. Как это все, когда понять, что ты уже готов? Ну, вы большая молодец. Такое ощущение, что вы работаете в театре, потому что, конечно, это действительно вы правы. Абсолютно это соединение технической работы, работы служб, реквизиторов, художников, постановщиков, режиссеров-постановщиков, помощников-режиссеров. Плюс это соединение творческой работы. А творческая работа, она тоже требует и внешней техники, танцы, голос, пластические номера, текст, звук, речь, освоение какого-то пространственного рисунка. Он тоже может быть очень сложный. Бывают и двух- и трехэтажные декорации, или декорации, которые просто травмоопасны и так далее. Плюс идет, конечно, очень сложный внутренний процесс, когда за счет своей актерской кухни и за счет самой главной актерской школы, которую актер получает в Театральном институте, он начинает превращаться не в самого себя, а в того персонажа, которого он играет. Очень плохо, когда это получается сразу. То есть это плохой знак, плохая примета, потому что есть опасность, что актер успокоится и к премьере выйдет, ну, что называется, холодный. Лучше, когда роль дается трудно, когда есть много вопросов внутренних, и поиск ответов на них, потому что что такое внутренняя работа над ролью? Это не только репетиции при встречах с режиссером, это когда ты выходишь из театра или из того зала, в котором ты репетируешь, и садишься за руль своей машины, и все время думаешь о том, что тебе дальше сделать, чтобы роль стала чуть лучше, чуть точнее, чуть узнаваемее, чуть органичнее. А это может происходить 24 на 7. То есть ты ночью можешь засыпать, а мозг все равно будет анализировать текст пьесы и те обстоятельства, которые выписал автор, или те обстоятельства, которые привнес режиссер. А вот когда ты внутренне понимаешь, что да, вот ты доработал уже вот эту роль до такого состояния, что вот да, уже можно идти на сцену, вот должно что-то ёкнуть, как это понять, или должен просто режиссер сказать, что он может идти? Ну, вы знаете, мне кажется, никогда этого не поймешь, потому что искусство наше очень, конечно, субъективное, одному нравится этот актер, другому нравится этот, даже когда два актера работают в пару и исполняют один и тот же рисунок, говорят один и тот же текст, выполняют одни и те же задачи, которые поставил режиссер. Кому-то нравится этот актер, кому-то другой. Очень ошибочное наше внутреннее восприятие. Вот кажется, ты так круто сыграл спектакль, ну, просто здорово. А зритель ушел не очень довольный, не очень удовлетворенный. А бывает, кажется, что ты сыграл спектакль, ну, так себе мог бы лучше, а зритель уходит в восторг. В общем, это очень сложный какой-то процесс, видимо, процесс нашей подачи и процесс зрительского восприятия. Это какие-то очень тонкие грани, и от эмоционального интеллекта это, наверное, зависит, и от эмоциональной культуры личности. Наверное, поэтому я еще научной работой занимаюсь. Я разберусь, я потом вам отвечу. А вот думается, как зритель вас примет, или здесь погружаешься уже в саму роль, и ты на сцене, ты играешь. Ну, я не знаю, как другие артисты, но вообще у нас не принято думать о том, как воспримет это зритель. Школа требует выполнения режиссерских задач, воплощения образа, естественно, а уж как его воспринимает зритель, мы понимаем потом, после премьеры. Ну, иногда, конечно, что-то корректируем, естественно, зритель. Ну, для кого работаем? Для зрителя, конечно. Вот именно для вас моноспектакль или постановка, в которой задействовано достаточно большое количество действующих лиц, вот для вас в чем, например, разница? Может быть, в эмоциональном каком-то восприятии? Может быть, больше ответственности? Ведь моноспектакль вы основываете? Я с удовольствием объясню вам. Вообще партнеры – это самое ценное, что есть у актера на сцене. А если партнер очень хороший, то тут вообще можно ничего не играть, он все за тебя сыграет, ты просто будь внимательнее к нему и иди за ним. Это как у нас в дуэте с Николаем Анатольевичем Гороховым было в спектакле «Андрей Боголюбский». Или как у моей Настасьи Филипповны с Александром Аладышевым в спектакле «Идиот». Моноспектакль – это другая история. Здесь один партнер – это зритель и воображаемый партнер, который возникает по сюжету материала. У меня уже был опыт моноспектакля, я в начале нашей встречи сказала о нем. Но тогда это был такой профессиональный этап собственной проверки, смогу я или нет выдержать сейчас на сцене одна и сможет ли меня выдержать зритель одну без партнера. И вроде как я его достойно прошла, и администрация театра была удовлетворена, и много было таких положительных оценок, и на фестивалях я этот спектакль сыграла, и зритель очень такие приятные отзывы для меня оставлял. То есть это абсолютно две разные формы театра на самом деле. Но в этих разных формах есть один исполнитель, один и тот же актер. Просто иногда он с партнером, иногда он сам по себе, и он, получается, находит себе партнера, я повторюсь, в зрителе, или в том персонаже, который воображаемый, вот возникает по сюжету. Но моноспектакль – это, конечно, сложнее. Несмотря на то, что он идет час, а спектакль с партнером может идти три часа с перерывом на антракт, моноспектакль – это гораздо затратнее. У нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерия, скажите, пожалуйста, панический костюм для актрисы – это один из главных штрихов к образу героини. Скажите, пожалуйста, ваш костюм помогает в вашей роде? Какой он у вас? Спасибо. Спасибо вам большое. Я вам расскажу. С эскизом костюма все сложно. У нас есть два варианта. Вариант первый – это, ну, поскольку моя героинь, мы, кстати, о сюжете сейчас, наверное, немножко поговорим, поскольку она начинает спектакль в таком разобранном состоянии уже несколько дней, как его любимого нет дома, и накануне она уже съела 12 таблеток снотворного, но ошиблась в дозе и покончить жизнь с самым убийством ей не удалось, плюс огромная боль, внутренние переживания и вот эта настоящая любовь, ей очень плохо. Поэтому изначально мы придумали, что на ней какая-то ночная рубашка, такая уже достаточно чем-то испачкана, помята, такая небрежная очень, то есть не роскошная для свидания с любимым, да, так скажем. А потом мы пригласили очень классного фотохудожника, Олег Филипчук, который фотографировал меня для афиши, для программок там и так далее. Олег долго сидел у меня, смотрел, смотрел репетиции, вот чем отличается фотограф от фотохудожника. Потом поставил меня перед камерой, еще на меня посмотрел какое-то время и сказал, давайте найдем для актрисы черную рубашку. Мне принесли черную рубашку, он меня пофотографировал, сам выбрал четыре фотографии, которые, на мой взгляд, самые такие классные. Для афиши мы отобрали одну, но все четыре оставили в работу для других каких-то промо вещей. И после этого мы поговорили с режиссером, он говорит, а давай она будет работать в рубашке своего любимого. Вот он ушел, она ее одевает и остается в ней. Так что пока мы выбираем. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в гости и рассказали о вашем сольном проекте. Будем его ждать с нетерпением. Вам спасибо большое, до свидания, всего вам доброго.